Макс, вы как относитесь к таким российским артистам, которые на оккупированные территории приезжают? Я не говорю по-украински, но позвольте мне сказать ЗГЭ. Похоже на то, что это выступление говно. Знаете, тут даже добавить нечего. Сейчас не то время, когда я буду миндальничать. Придет время, я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию придет. Я вам не дам жить спокойно. Я, кстати, в вашем фейсбуке видел в день рождения поздравления от музыкального журнала, известного. Во-первых, я удивился, что вам 47, потому что вы выглядите на 27. Спасибо, наверное, папе с мамой, потому что я не имею никакого отношения. И там было написано, что вы продолжатель дела группы Спаркс. И гений самопиара. Поскольку вы не удалили эту запись с Фейсбука, значит, я так понимаю, что вы согласились с этим посылом. Можете как-то прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать так, что я не могу, конечно, на все 100% согласиться с этим, но хотя бы... Сготовиться составляющей насчет Спаркс или насчет гений самопиара? Нет, с каждой из них. Но прежде всего я скажу, что в каждой из них есть более чем серьезная доля истины. Когда мы только-только начинали, как коллектив ногу свело, я очень сильно был увлечен группой Спаркс, и не только я. Да, мое увлечение разделял наш гитарист Игорь Лопухин. У нас с Игорем, в принципе, не совпадают музыкальные вкусы, как... Ну, уж на 100% точно не совпадают. То есть, правда, в разговоре о Спаркс есть. Вот что касается гений самопиара, ну, знаете, это просто очень сказано лестно и громко, ну, если... Ну, да, хорошо. Поэтому всегда второе слово можно отбросить, сказать просто гений. Ну, это мне уже прям реально совесть не позволяло так далеко зайти.